Дорогие товарищи, начать бы хотел с реплики по поводу выступления Бориса Николаевича, который сказал, что Билл Гейтс сделал состояние благодаря своему старанию, оказывается. Вот оно как. Хотя все мы знаем, и всем это известно, кто вообще чуточку изучал данный вопрос, что Билл Гейтс сделал свое состояние за счет того, что он имел госзаказ, а не потому, что он такой старательный. Но, Кирилл Иванович, вы уже лучше знаете, вы же к вам не прилетаете постоянно. Теперь я перехожу к теме своего доклада. История социалистической революции и буржуазной контрреволюции в России дает нам богатый практический материал, который необходимо изучать не только для того, чтобы разобраться в теоретических вопросах того, что происходило в результате этой революции и контрреволюции, но и также ответить на вопрос, каким же образом в следующий раз, когда произойдет социалистическая революция, избежать тех ошибок, которые были сделаны в фрущевские времена. Как здесь уже замечали, Виктор Аркадьевич об этом говорил, вся человеческая история, начиная с момента разложения первобытно-общинного коммунизма, есть история борьбы классов. Ну и, собственно говоря, для того, чтобы разобраться, как эта борьба происходит, что происходит с классами в переходный период от капитализма к коммунизму, в период социализма, нам необходимо проанализировать этот вопрос. И надо сказать, что разобраться в этом вопросе нам поможет не железо и металл, как на этом настаивал товарищ Троцкий, и, извините, не повторяю, товарищ Тюлькин, а именно диалектика, что мы в дальнейшем увидим. Ну вот если говорить о переходном периоде между капитализмом и социализмом, то начинается этот переходный период с момента политического господства рабочего класса, революции и установления диктатуры пролетариата. На самом первом этапе, после установления диктатуры пролетариата, в экономической жизни общества, собственно говоря, ничего не меняется. Поэтому начнем мы анализ классов именно с этого момента, и нам необходимо в самом начале разобраться, а что же такое классы. Я напомню классическое определение Владимира Ильича Ленина из работы «Великий почин». Он дает следующее определение. Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению, большей частью закрепленному и оформленному закону к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которую они располагают. Классы – это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства. Ну и из этого определения прямо следует, что в самом начале, в переходном периоде от капитализма к социализму, все те же классы, которые мы наблюдали при капитализме, они имеются на лицо, что называется. Имеется класс капиталистов, то есть владельцев собственников, владельцев средств производства, есть класс рабочих, которые продают свою рабочую силу, и есть класс мелких хозяйчиков, работающих на рынок, мелких буржуа, живущих, которые живут в основном своим трудом, но средствами производства при этом владеют. Экономическое содержание переходного периода есть борьба различных укладов, которые имеют место при капитализме еще, и нового становящегося социалистического уклада. Если мы говорим о переходном периоде, который шел с революции 1917 года до установления социализма в Советском Союзе, то там, как мы помним, согласно Владимиру Ильичу, была борьба пяти укладов. Это патриархальный уклад, мелкобуржуазный уклад, частнокапиталистический уклад, государственный капитализм и социалистический уклад. Вот эти пять укладов боролись. Надо сказать, что, видимо, с совершением в будущем социалистической революции будут бороться всего три уклада, потому что на сегодняшний момент при капитализме мы видим два уклада. Это мелкобуржуазный уклад и, собственно говоря, частнокапиталистический уклад. Соответственно, эти уклады будут бороться с социалистическим укладом. И победа последнего, которая достигается в результате, безусловно, ожесточенной классовой борьбы, означает, что решающие средства производства были не только национализированы, но и они были еще подчинены социалистическому плану, и они обеспечивают цель социалистического производства, всеобщее благосостояние и свободное всестороннее развитие всех членов общества. И именно эту мысль выражает Владимир Ильич Ленин, указывая, что социализм есть не что иное, как государственная капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народу и постольку переставшая быть капиталистической монополией. Итак, после окончания переходного периода решающие средства производства обобществлены, они работают в соответствии с планом, причем этот план направлен на цель, на обеспечение цели социалистического производства. Соответственно, меняется положение рабочих в исторически определенной системе общественного производства. И меняется их отношение к средствам производства, потому что обучисление идет в форме государственной собственности. А государство является государственной диктатурой пролетариата. Соответственно, при установлении социализма как первой фазы коммунизма, мы видим, что отсутствуют антагонистические классы, которые были налицо при капитализме. И которые также были в переходный период, но при социализме эти классы уже исчезли. И это положение соответствует тому, что коммунизм, соответственно, и социализм, есть бесклассовое общество. К такому же выводу приходит Владимир Ильич Ленин в работе «Государство и революция». Когда он рассматривает первую фазу коммунистического общества, он пишет, «Государство отмирает, поскольку капиталистов уже нет, классов уже нет. Подавлять поэтому, какой бы там ни было класс, нельзя. Но государство еще не отмерло совсем, ибо остается охрана буржуазного права, освещающего фактическое неравенство. Для полного отмирания государства нужен полный коммунизм». Итак, мы разобрали, что классов при социализме нет. Но уничтожены ли все классовые различия? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, можно обратиться к Марксу, который писал, что, когда он рассматривал социализм, он писал, «Мы имеем здесь дело не с таким коммунистическим обществом, которое развилось на своей собственной основе, а с таким, которое только что выходит как раз из капиталистического общества, и которое поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном, умственном, носит еще отпечаток старого общества, из недр которого оно вышло». И Владимир Ильич Ленин, анализируя распределение при социализме, когда он говорит о формуле каждому по труду, он говорит следующее, что справедливости и равенства, следовательно, первая фаза коммунизма дать еще не может. Различия в богатстве останутся, и различия несправедливые. Но невозможно будет эксплуатация человека человеком, ибо нельзя захватить средства производства, фабрики, машины, землю и прочее в частную собственность. И мы здесь видим, что здесь прямо указано на то, что классовые различия, связанные со способом получения и размером доли общественного богатства, которым располагают разные группы людей, при социализме, еще остаются. И также остаются различия между городом и деревней, между людьми, физического и умственного труда. и все это говорит нам о том, что классы при социализме уничтожены не полностью. И таким образом формально мы приходим к противоречию, которое в рамках формальной логики разрешено быть не может. И как раз для выражения этого противоречия, для его исследования, нам необходимо воспользоваться диалектико-материалистическим подходом. Социализм – это не просто коммунизм с элементами или остатками капитализма. Но это коммунизм неоткрепший, не развившийся настолько, чтобы освободиться от отпечатков капитализма. Следующий социализм – есть коммунизм не с внешним отрицанием, то есть он отрицается не чем-то внешним, а отрицание коммунизма есть в нем самом. И диалектически мы можем выразить это следующим образом, что имеет место противоречия. Одним из моментов этого противоречия является коммунизм, и он наступает как целое в этом противоречии. А другой момент – это отрицание коммунизма в нем самом. И этот момент выступает лишь как момент. Он не является целым. Он не определяет целое. И момент отрицания коммунизма в первой фазе есть в каждом экономическом отношении. А так как деление на классы есть деление экономическое, Следовательно, можно прийти к выводу о наличии отрицания бесклассовой природы социализма в нем самом. Это отрицание и есть остатки классовых различий. Ну и вот для того, чтобы социализм развился на своей собственной основе в полный коммунизм, необходимо вести борьбу за уничтожение всяких классовых различий. И борьба эта есть борьба классовая. То есть получается, что мы имеем бесклассовое общество, в котором классы полностью не уничтожены, и в нем нужно вести классовую борьбу. Вот это такая диалектическая постановка вопроса, многих вводят в замешательство. Но классовая борьба ведется здесь не между антагонистическими классами, а она ведется рабочим классом за утверждение своих классовых интересов, связанных с уничтожением классов. Вот можно это выразить следующим образом. И Ленин в связи с этим отмечает, что диктатура пролетариата есть тоже период классовой борьбы, которая неизбежна, пока не уничтожена классы, и которая меняет свои формы, становясь первое время после свержения капитала особенно ожесточенной и особенно своеобразной. Завоевав политическую власть, пролетариат не прекращает классовые борьбы, а продолжает ее впурить до уничтожения классов. Но, разумеется, в иной обстановке, в иной форме, иными средствами. Ну и надо сказать, что преодоление классовых различий связано по большей частью с уменьшением рабочего и увеличением свободного времени рабочего класса и всех трудящихся. То есть увеличением времени для свободного всестороннего развития. И Ленин абсолютно точно замечает по этому поводу следующее. Карл Маркс в капитале издевается над пышностью, величивостью, буржуазно-демократической великой хартии вольности и прав человека. Над всем этим фразерством о свободе, равенстве, братстве и вообще, которое ослепляет мещан и филистеров всех стран, вплоть до нынешних подлых героев, подлого бернского интернационала. Маркс противоставляет этим пышным декларациям прав простую скромную деловую будничную постановку вопроса пролетариатам. «Государственное сокращение рабочего дня». Вот один из типичных образчиков такой постановки. Таким образом, такая постановка о сокращении рабочего дня и борьба за сокращение рабочего дня, и есть движение, связанное с преодолением классовых различий, с движением от социализма к полному коммунизму. Но надо сказать, что эту борьбу за сокращение рабочего дня трудящиеся могут и должны начинать уже сегодня при капитализме. История показывает, что 8-часовой рабочий день был введен явочным порядком самими рабочими. И сегодня, спустя 100 лет, производительность труда выросла многократно и вполне есть все экономические основания бороться за 6-часовой рабочий день. Борьба за полное уничтожение классов является одним из главных направлений общественной борьбы за полный коммунизм, как я уже сказал. И для ведения этой борьбы на весь период до полного коммунизма необходима диктатура пролетариата, содержание которой Ленин описывает следующим образом. Он описывает ее как упорную борьбу, кровавую и бескромную, насильственную и мирную, военную и хозяйственную, педагогическую и администраторскую против сил и традиций старого общества. И для того, чтобы подчеркнуть рассмотренное противоречие бесклассовой природы социализма и не полностью уничтоженного деления общественного класса, Владимир Ильич Ильин как раз и применяет поистине гениальную диалектическую формулу «Социализм есть уничтожение классов». Спасибо. Спасибо.